Меня очень смущала тема, которую нам предложили обсудить, тема про социальных инженеров. Потому что тема, казалось бы, что еще мы про них не знаем, о чем надо поговорить. Потому что в последнее время мне эта тема напоминает индустрию фокусников, как я писал, преамбуле к этому всему делу. По сути, все секреты фокусников хорошо известны. Зайти в Google, в интернет, и там все можно узнать, как данный фокус, в чем его секрет. Продается не фокус, продается шоу. Вот социальные инженеры – это те же самые фокусники, на мой взгляд, которые точно так же используют приемы столетней давности, но заворачивают их в новую обертку, с которой непонятно, как справиться, что с ними делать. Для того, чтобы обсудить, в чем актуальность темы и что с этим делать, я приглашаю на сцену наших спикеров. Коллеги, будьте добры, займите свои места, представьтесь так, как вы хотите. Федор. Федор Куц, руководитель направления Департамента гарантирования доходов компании «Ростелеком». Алексей Лукаский, независимый эксперт. Неожиданно. Артем Сычев, первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банк России. А то я после Лукасского волноваться начал, вдруг тоже независимый. Лев Шумский, директор по информационной безопасности Ассоциации «Финтех». Спасибо. И Оля. Лимонова Ольга, психолог компании «Антифишинг». Понимаете, у меня очень большие надежды на этот вокал и компетенции, которые ближе всего ко мне. Потому что если бы не было сегодня с нами психологов, на мой взгляд, мы бы мало что нового можем рассказать друг с другом. Мы это уже с разных сторон обмусолили, пресса это растиражировала. Что нового, казалось бы, можно сказать. Но давайте попробуем все-таки понять, в чем актуальность темы, и почему мы снова и снова к ней возвращаемся. Артем, будь добр, начни с себя. В чем актуальность темы? Почему опять про это нужно говорить? Прежде всего, актуальность темы связана с тем, что количество мошеннических действий, которые основаны на технике социальной инженерии, становится как-то все больше. Такая вот банальная фраза, что за ней стоит. За ней стоит наш мониторинг на протяжении последних полутора, даже там двух лет. И мы видим, что... Мы, собственно, и в прошлом году давали прогноз на увеличение этого вида мошенничества. Ну и по текущему году мы это как бы подтверждаем. То, что проходит через дежурную службу финцерта, а проходит в день довольно большое количество сообщений, свидетельствует о том, что сейчас это фактически основной вид мошенничества. Все остальное сильно ушло на второй план. Даже хищение, связанное с... Традиционно, когда у юридического лица сажали трояна и дальше через ДБО у него что-то уводили, не самое актуальное. Если сравнивать цифры, вы можете посмотреть это по отчету, который мы регулярно выпускаем, с точки зрения анализа статистики, то вы увидите, что хищение у физических лиц постоянно растет гораздо большими темпами, нежели у юридических лиц. И, естественно, мы сравниваем свою статистику со статистикой МВД, и она, к сожалению, тоже неутешительная. То есть, если говорить серьезно, то в день они могут регистрировать по несколько сотен обращений граждан, связанных именно с этим видом мошенничества. Если просто все это экстраполировать на всю финансовую индустрию, то становится понятным, что это очень большие цифры. В чем еще проблема? Традиционно всегда банки обвиняют в том, что они не заботятся о своих клиентских базах, что вот у банков утекла клиентская база, и теперь по ним работают обзвонщики. Наш анализ показывает, что это далеко не так. То есть объем данных, которые действительно утекали у банков, то есть отрицать, естественно, бесполезно и не нужно. Действительно есть факты утечки, но объем тех данных, которые утекли, и объем обзвона по социальной инженерии, это несопоставимые цифры. Чью пользу? Это, если сравнивать это, то можно совершенно точно сказать, что то, что утекло из банков, это капля в море, и это в основном удар по, скажем, сильно обеспеченным слоям населения. Обзвон идет коврово. Там абсолютно не важно, кто попался на удочку, потому что никто не знает, какой остаток счета у этого человека. Но дальше, собственно, идет самая обыкновенная техника. Почему нас это волнует? Волнует, потому что, собственно, подпитка этого вида мошенничества идет за счет, первое, дешевизны, собственно, ведения этого криминального бизнеса. Второе, это постоянная подпитка данными для обзвона, а это довольно большое количество информационных систем, из которых это реально можно достать. Плюс социальные сети. И третье, это быстрый способ вывода денег. Вот три составляющих, которые питают этот криминальный бизнес. Вхождение дешевое, прибыль быстрая, поэтому все совершенно спокойно функционирует. Но к чести наших правоохранителей, они тоже понимают, что проблема существует, и достаточно интенсивно, гораздо быстрее, чем это было в предыдущих случаях, они начали заниматься этой проблемой. Есть специальные подразделения, есть специальные техники работы с этим видом преступлений, есть задержанные, и я надеюсь, что в ближайшее время будут вполне конкретные судебные процессы с определенными сроками. Спасибо. Фраза, то, что у физических лиц меньше воруют, чем у частных, мне показалось это переписанной версией капитала Маркса в цифровую эпоху. Какая-то есть несправедливость, мне кажется. Федор, будь добр, продолжить свою версию. Актуальность темы, с твоей точки зрения? Тема действительно актуальна, и она продолжает быть актуальной в последние лет 15 на моей памяти. Я являюсь бывшим сотрудником управления КМВД России, и телефонными мошенниками я занимаюсь с 2004 года. Если, начиная с 2000-х годов, звонки гражданам были направлены на получение наличных средств, и были связаны, вы попали в милицию, ваш сын попал в милицию, кто-то из ближайших родственников, и людей вынуждали привезти деньги, или забирали у них приочные встречи, или просили положить в почтовые ящики. То же самое было с рассылкой СМС, вы выиграли Ауди, всевозможные машины, призы и так далее. Но вот в последнее время звонки гражданам направлены именно на получение информации о кредитных картах. Профиль жертвы, на мой взгляд, не изменился совсем. То есть наши люди продолжают быть доверчивыми. Раньше они, как я уже сказал, приносили деньги наличными. Сейчас они сообщают данные кредитных карт, и номера кредитных карт, и коды, и коды, пришедшие по СМС. Мошенники, которые этим занимаются, я их видел в лицо, я их задерживал, я с ними беседовал. Люди действительно с подвешенным языком. Это люди, как находящиеся и на свободе, как находящиеся и в колониях. То, что происходит сейчас, Артем сказал, что обзвоны идут к Коврову. Я это подтверждаю, так как работая в операторе связи, мы это видим ежедневно. Хочу сказать, что каждый подключающийся абонент к оператору изначально, для нас это просто абонент. Мы не можем говорить плохой, он хороший, и мы не знаем о его намерениях. Но, видя его начальную работу, у нас настроены контроли, которые позволяют нам определять вид деятельности. И уже получая письма от финсерта, получая письма от банков, получая информацию от операторов, в большинстве своем у нас эти номера, которые использовались мошенниками для обзвона, в большинстве своем заблокированы. Пресечь это на корню, на наш взгляд, оператора. Есть механизмы, и вот мы хотели бы, наверное, так как здесь сейчас не присутствует наш регулятор телекомовский, это Минсвязи, обязать операторов регистрировать своих абонентов через госуслуги. На наш взгляд, это значительно сократит количество мошеннических случаев. Более того, могу сказать, что большинство регистраций сейчас происходит с иностранных IP-адресов, и те ролики, аудиоролики, которые есть в интернете, подтверждают то, что данные деяния совершаются с территорий сопредельных государств, в основном это Украина. Я не представляю, то есть и мне какое-то количество раз звонили эти люди, акцент слышен очень явно. Неоднократно уже банки, в том числе центральный ЦБ России, поднимали вопрос о том, что операторы плохо контролируют свои сети и допускают подмену номера на номера банков. Как бывший сотрудник правоохранительных органов, и общаюсь я до сих пор со своими коллегами, говорить о том, что подмена, мошенничество, совершенное с подменой номера на номер банка, ну, наверное, это 8-10% не больше от всех случаев мошенничества, которые совершаются. Сейчас больше распространено то, что просто используют номера, то есть это не подмена, а именно подстановка номера, потому что для граждан почему-то ему в принципе все равно, с какого номера ему звонят, но видя, что это 495 Москва, у человека, я не знаю, что происходит в голове, но он верит, что ему действительно звонят из банка. Да, есть случаи, когда звонят с какого-то номера, человек говорит, я знаю, что у моего банка номер другой, тут же ему звонят с этого номера. Ну, современные технологии это позволяют, есть масса сайтов, приложений, которые позволяют это сделать, и эти вызовы в основном идут из-за границы. Мы с этим боремся, мы закрываем поступления из-за границы российской нумерации, в том числе нумерации банков, то, что это будет продолжаться, ну, наверное, будет продолжаться до тех пор, пока наши граждане готовы отдавать деньги. Как уже вот Лев сегодня сказал в кулуарах, что необходимо проводить... Ну, не по ликлуару-то, ну что ты? Необходимо проводить занятия, лекции, обучать граждан именно информационной безопасности со школьного возраста, чтобы человек понимал, что с ним может происходить. Это касается и телефонии, это касается и всяких социальных сетей. Опять же, Артем сказал, то есть информацию о человеке получить достаточно легко. зайти там на Фейсбук, зайти в Одноклассники, там есть имя, там есть номер телефона. И когда говорят, что вот эта информация там исходит из банков, мне звонили, называли меня там по фамилии, имя, отчество, представляясь там сотрудником банка ВТБ. Да, я являюсь клиентом банка ВТБ, но видя, что этот номер как бы просто 495, я попросил перезвонить, тут же посмотрел там на ресурсе Россвязи, что этот номер принадлежит московскому оператору, связался с оператором, оператор мне подтвердил, что этот номер, договор заключен вчера, заключен он физическим лицом. Но как бы я с этим живу, там живу уже 15 лет, я прекрасно понимаю, как себя вести в этой ситуации. Все мое окружение, включая моих родителей, совершенно точно знают, как в этой ситуации поступать. Я прошу прощения, школьники, которым Лев советует учить с малых ногтей, они так же должны сделать? Если их этому научат, то так же. Спасибо, хорошо. Сейчас, коллеги, одну секундочку, я еще не все сказали слова. Мы когда обсуждали наши правила поведения, то я все-таки сказал, ребят, сидим не первый час, и, наверное, какие-то правила поведения надо выработать. Наши главные правила не иметь никаких правил. То есть поднятая рука – это повод возразить, дополнить как-то дискуссию о богатии собой. Ребят, давайте сначала, я не выскажусь на то, начало. И вот мне очень понравилось, почему поставил Федора, как Ростелеком, и Артема первыми, как банкиров. В ноябре будет СОК-форум. Тут, значит, пришла бета-версия программы, есть секция, которая называлась «Телеком и финансовый сегмент» вместе в одну секцию. Мы еще так сели, подумали, говорят, а почему, какая связь? Ну, я, как всегда, как на духу, как будто пресс-релиз засчитал, говорю, ну как же, границы стираются, «Телеком» выходит на финансовые услуги, финансовые услуги выходят на «Телеком-услуги», и тут мне говорят, «Солар» думал точно так же, пока не оказался в недрах «Телекома». Поэтому вот точки зрения банка и «Ростелекома» мне очень понравились. Они каждый говорит о своем. А теперь хочется послушать других людей, которые скажут, «Лев, Алексей, ваши советы, какие тезисы вы хотели бы главные донести, чтобы сегодня были услышаны со сцены? Чтобы мы не замылили сейчас в дискуссии главного?» Федор уже немного раскрыл интригу. Да он спалил ее просто. О чем я хотел сказать? На самом деле, мало кто знает, наверное, что Центральный банк в 2017 году утвердил дорожную карту совместно с Минобором по развитию финансовой грамотности населения. И в третьем квартале 2019 года уже должны быть внедрены программы, соответствующие на всех уровнях образовательных учреждений. Я, честно говоря, прям с нетерпением жду, когда у меня мои дети-школьники придут и расскажут, чему же их там начали учить в школе. Как показывает практика, самое слабое звено всей этой истории – у нас человек. Технически мы тоже не можем до конца проконтролировать всю эту историю с фродом. И, как следствие, нам нужно обратить внимание на наших любимых клиентов. В свое время, работая в банке, в 2012-2013 году при общении с бизнесом появлялась, знаете, такая проблема диалога. Я говорил, что нужно наших клиентов учить, что сейчас мы запускаем ДБО, и будут проблемы. Бизнес слышать ничего не хотел и говорил, что это проблема в больших банках. Пусть они учат своих клиентов, и заодно и наших научат, потому что клиенты, как правило, являются клиентами нескольких банков. Но, как показала практика, после первых фродовых кейсов бизнес, что называется, переобулся и начал смотреть в сторону обучения клиентов. Но, как мы видим, прошло уже порядка 7 лет, а ввоз и ныне там. Так давайте подумаем, что мы делаем не так, почему наши клиенты, несмотря на все наши усилия, продолжают попадаться на уловки мошенников и что, собственно, с этим делать. Спасибо. Алексей. Я хотел бы сказать немного с другой стороны, добавить к тому, что сказал Федор, с точки зрения фишинга, наверное, более привычного, с точки зрения электронной почты. В каждый квартал фиксируется примерно 400 тысяч новых фишинговых доменов. Это по всему миру. То есть полтора миллиона фишинговых доменов это в год. Если взять среднюю статистику, что Россия составляет порядка 1% от общемирового рынка по разным секторам, то получается у нас в России фиксируется порядка 15-20 тысяч фишинговых доменов ежегодно. По каждому домену, если его анализировать, порядка 600 параметров существует, по которым можно сказать, что он фишинговый, либо не фишинговый. Именно по совокупности. И я, к сожалению, вынужден признать, что человек, какой бы он ни был, даже профессионал в области информационной безопасности, не способен выявить фишинговый домен, если он грамотно создан и разработан злоумышленниками. И поэтому человек будет попадаться всегда, особенно если это целевой фишинг, он попадется всегда независимо от его подкованности. И особенно, если мы говорим о рядовых клиентах банков, которые не проходили не то, что там высшего образования не имеют, в области безопасности, они даже повышение квалификации никого не проходили. Там у нас внутри, например, в компании проходятся регулярно эти антифишинговые симуляции. У нас средняя как бы статистика... Это то, что главное надо было услышать сегодня за сцену, не забыть. Нет, это внутренняя как бы тема. Средняя как бы статистика 12% пробива по рядовым сотрудникам компании. И даже в службе безопасности, поскольку у нас проверяются даже сотрудники службы безопасности, в среднем 1%. То есть люди, которые специализированно занимаются борьбой с фишингом, даже они попадаются на грамотно сформированное фишинговое сообщение. Вот Ольга, наверное, сможет меня дополнить или подтвердить, что грамотно сформированный фишинг срабатывает всегда. Поэтому финансовая грамотность, грамотность в области информационной безопасности – это вещь хорошая. Но надо понимать, что она не панацея. И если ей заниматься, ей не может заниматься один банк, ей не может заниматься центральный банк. Этой темой должно заниматься государство. В 2014 году Совбес готовил основы госполитики в области формирования культуры информационной безопасности. Очень хороший документ, в котором вот эта тема прописывалась, начиная с детских садов и заканчивая с обесами. То есть начиная от самых младших наших граждан и заканчивая старшим поколением. К сожалению, документ так и не вышел на уровень своей промышленной эксплуатации. Он так и упал, пропал в недрах Совбеза. Но проблема культуры, формирования культуры ИБ, а борьба с социальным инжинирингом – это в первую очередь культура, она должна решаться именно государством, не отдельным его институтом этого государства. Если этого нет, то дальше остается, к сожалению, либо рассчитывать на собственные силы, либо пытаться компенсировать это отдельными техническими мероприятиями, но не отдельным продуктом или отдельной технологией, а именно комплексом. Там не зря сейчас есть такая концепция Zero Trust – нулевой доверие. То есть мы должны изначально исходить из того, что верить нельзя никому. И поэтому появляется идея непрерывной верификации. Именно непрерывной верификации. Не процесс одномоментной идентификации и аутентификации пользователя, а непрерывно. То есть вот то, что у нас в программе была заявлена поведенческая аналитика и так далее. Вот эти технологии, они, к сожалению, дорогие, но без них сегодня на техническом уровне бороться с социальным инжинирингом невозможно. Все отдельные единичные мероприятия будут давать, к сожалению, сбой. Техника – это, конечно, хорошо, но я бы все-таки обратил внимание на то, что мы можем и должны детей обучать, это все правильно, но человеческая психология такова, что всегда будут люди, которые готовы будут быть обманутыми. Самый простой пример. Ну, вы вспомните, что было, когда Троя вдруг проснулась, обнаружила у себя, понимаешь, под стенами троянского коня, и все остальные ушли. Ну, они же купились. Ну, приблизительно то же самое происходит и с, собственно, с теми же самыми людьми, которым звонят по телефону и говорят, «Слушайте, вот сейчас ваши деньги уплывут, вот надо срочно прямо сейчас вот здесь отдать свои данные, и все мы вам заблокируем». Все то же самое. То есть человечество в этом смысле не поменялось, поменялись технологии. И основа обучения должна состоять не в том, чтобы прививать какие-то новые знания с точки зрения не столько технологий, сколько пояснять те опасности, которые новые технологии с собой приносят. И вот тут вот любая техника, она вот будет, конечно, помогать, но до конца никогда не спасет. Спасибо. Алеш, ты знаешь, когда ты начал говорить про государство, я тут тебя поймал на мысли, не так давно я попытался написать то, что называлось цифровой конституцией. Ну, у страны есть конституция, привычная нам форме, а мир живет в 21 веке в цифровом формате, неплохо бы сделать для него какую-то версию цифровой конституции. Ты знаешь, что он меня поставил в тупик знакомых юристов? Я спросил их, где, в какой статье государство берет на себя ответственность за безопасность граждан. Мы только звук пишем. Вот тут я был удивлен. Поэтому вера в государство в этом вопросе, их надежда на них, она правильная. Но, видимо, какого-то требует дополнительного диалога. Вопрос. А насколько оперативно отрабатывается информация, направленная финцертом, о том, что на данный номер сообщают абоненты о том, что их, собственно, с этого номера начинают разводить? Приходят всевозможные смс-ки, которые как под копирку. С вашей карты списана сумма. Я могу даже назвать вилку. От 7 до 8 тысяч. Иногда 12 с хвостиком любят. Причем суммы зачастую очень круглые, краткие. В смс-ки такого типа... Вопрос был, как быстро? Да, как быстро. Обычно в смс-ках фигурирует сумма 13 990 рублей. 14 тысяч. Это Москва. У нас провинция. У нас меньше. Не торгуйтесь, коллеги. Я понимаю. Шура, сколько вам нужно для счастья? Та информация, которая приходит к нам из финс-серта, на момент прихода письма у нас этот номер уже заблокирован. А почему тогда некоторые операторы связи отвечают следующей информацией? Информация принята к сведению. Вывод денежных средств данного номера заблокирован. Смотрите. Вывод денежных средств с номера и мошеннические действия обзвон. Вы путаете совершенно разные вещи. Я жаловался на номер, который использует контакт-центр мошенников. Смотрите, тут про офицерскую говорили. У нас есть определенная статистика по тому, как реагируют операторы связи на наши обращения и на обращения банков. Мы можем сказать совершенно точно, что большинство из них реагируют действительно вполне адекватно и достаточно быстро. Но есть группа операторов связи, причем это очень немаленькие операторы. Я не называю кто, но это точно не Ростелеком. С Ростелеком как раз все в порядке. Которые считают, что мошенничество их не касается и они здесь не при делах. Мы это прекрасно понимаем. Именно поэтому диалог с профильным министерством мы и ведем. Для того, чтобы все приблизительно работали в равных условиях. Для нас принципиально, что оператор обращает внимание на пропуск через свои сети трафика, который подменяет номера. Это речь не только о трафике международном, но и внутренний трафик тоже самое. Это точно такая же проблема. Нам важно, чтобы блокировались номера, с которых идут массовые рассылки. Нам важно, чтобы блокировались номера, с которых идет массовый обзвон. Но поверьте, для того, чтобы в равных условиях работали все операторы, коллега не даст мне соврать, это должен некоторое правило выработать отраслевой регулятор. Отраслевым регулятором в этом случае является Минкомсвязь. Поэтому да, как центральный банк мы с ними ведем диалог. Второй ответ. Позвучал год назад от оператора сотовой связи. А что я могу сделать? Я не имею права ему отключить номер. Вы сейчас от кого хотите получить ответ на этот вопрос? Я все-таки жду, что ЦБ по борьбе с мобильным фродом свой законопроект додавит. До того, чтобы он начал работать. Чтобы номер выключался по щелчку пальцев. Потому что от нас информация уходит в течение 10 минут зачастую. После того, как начинают обращаться первые клиенты. Для того, чтобы заработало, давить не надо. Спасибо. А вот тут, знаешь, смотря что. Если, понимаешь, сокодавка, то лучше давить. Хорошо. Вопрос с образованием. На самом деле, обучение гражданам можно поставить более или менее. У нас на сайте висит от 24 июня новость. Там, как распознать мошенника с первой фразы. Заголовок. То есть там в разделе как бы… А у вас есть статистика, сколько человек прочитали эту новость? И сколько им помогло это? А у нас есть интересная статистика. У нас, скажем так, поток жалоб, которые клиент просто сообщает, что меня пытались развести, и я пострадал. Так вот, если поначалу шло больше «я пострадал», то сейчас я пострадал намного меньше. В разы меньше. И если брать в процентном отношении, их очень мало становится. Значит, вот смотрите. Тоже очень интересный вопрос, связанный с образованием. Я отчасти поспорю с представителями Ростелекома на предмет того, что характеристика атакуемых не поменялась. Она поменялась. Она поменялась, поменялась существенно. За последние полтора года мы наблюдаем, что в сегменте экономически активного населения, это возрастная категория, начиная от 32 до 48 лет, количество атакуемых таким способом граждан стало гораздо больше. Это порядка более 60%. Вот остальные 40, это все остальное, начиная от совсем молодежи и кончая лиц пожилого возраста. Полтора, два года назад картина была совершенно обратной. Основной источник, точнее, основной целью атаки были люди пожилые. Значит, почему это стало возможным? Это тоже понятно. Еще раз напоминаю, вся проблема в экономике. Дешевый вход, быстрый выход. Обзвонщики сидят на проценте. Поэтому для них важно, чтобы сумма выведенных денег была большая. Догадайтесь, у какого населения эта сумма на счете в моменте может оказаться большой. Только у экономически активного. У пожилых людей это, как правило, деньги, которые хранятся на депозитах, и небольшая сумма, которая лежит на карте. Зломышленнику эта сумма вообще не интересна, как класс. Ему интересно быстро эти деньги получить. Дальше возникает следующий момент. Собственно, исследования, опять же, наши в рабочей группе, которые с банками проводили, это, собственно, половая принадлежность. Более 65% это женщины того же самого активного населения, экономически активного населения. Почему? Да потому что они в этот момент больше заняты делами. Это как раз женщины, у которых дети, причем, как правило, малолетние. Это женщины активные, поэтому у них еще голова болит про работу. Это либо замужние, у них голова про дом болит, либо это незамужние, значит, проблемы, собственно, личного порядка. И понеслось. Вам приходит этот звонок, и что происходит? А вас начинают давить про деньги, про которые вы знаете, что они у вас там есть, они у вас уже спланированы на какие-то важные мероприятия. И что же я их буду терять? Естественно, что человек начинает активно пытаться свои деньги защитить. И не всегда понимает, зачем он это делает. Это одна такая разводка. А вторая разводка еще интереснее. И вот на нее как раз клюют совершенно другие категории граждан. Это либо граждане старше 50 лет, либо, вот извините, мужики в среднем возрастном диапазоне. Это что за разводка? А эта разводка очень простая. Поучаствуй в лотерее, получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно, которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных. Понимаете? И иногда доходит до смешного, когда человек, уважаемый полковник, говорит, блин, ну я же знаю, я же знаю что. И черт меня дернул. Ну, понимаешь, за полторы тысячи отдать все данные своей карты. Хотел полторы тысячи, потерял двести. Ну, бывает. Артем, мне очень нравится сказать. Поэтому я, собственно, к чему возвращаюсь. Если говорить о обучении, обучение в таких случаях не поможет. Это совершенно точно. Это население не обучаемо теми методами, которыми мы с вами привыкли. Это население, которое привыкло слышать информацию, либо воспринимать ее визуально по ходу своей работы, по ходу движения в сторону работы, по ходу возвращения домой, или по ходу просмотра сериала мимо на YouTube или еще где-нибудь. Вот если вся активность банков по информированию будет сосредоточена в этих каналах продвижения информации, поверьте, мы для этой категории населения сломаем ситуацию, когда они не знают, с какой опасностью они имеют дело. Вот это принципиально. А обучать можно младших школьников. Там, да, там есть основа. Артем, мне очень понравилось, как описанная тобой аудитория отреагировала на твои слова. Да, да, да. Извините, пожалуйста, ты задал вопросы всем уже спикерам в зале, а у нас не все сказали еще. Оля. Я хотела как раз-таки мужчине задать вопрос встречно. Можно? Отлично. Вопрос. Иди, давай, я задаю тебя. Хорошо. Сколько лет вы работаете в своей компании сейчас? Можно пальцем показать. Да. Два года. Сколько раз за два года вы перечитывали свою инструкцию по охране труда? По пожарной безопасности. Пожарной безопасности я читал один раз. При поступлении, как правило, на работу. По охране труда, один раз. Да, просто я задаю как раз-таки эти вопросы к тому, что как часто мы сами, вот все даже безопасники, перечитываем инструкции какие-либо, да, по безопасности, но уже немножко из другой сферы. По сути, никогда. Обычно один раз при поступлении, когда нам суют бумажечку подписать. В лифте точно так же заходите? Но вы несете там материальную ответственность за эксплуатацию этой техники. Это совершенно другой вопрос. По разным, как сказать, по разным банкам работают разные бригады. И в зависимости от того, какой это банк, идут разные варианты вывода денег. Например, мы это как бы тоже видим по статистике, по общению с банками. Например, для одного крупного розничного банка наиболее характерный вывод денег был через крупную торговую сеть электроники. Там работало все, причем по вполне конкретным городам. Там работало очень просто. Идет обзвон, покупка, смс, подтверждающий покупку. И через полтора часа человек приходит в магазин, забирает товар, уходит. Причем там даже понятно, что это за люди, какие там бригады работали. Есть. По другому банку идет вывод исключительно на карточные счета. Гораздо удобнее иметь карточные счета. Гораздо, причем в других банках, для того, чтобы работать с этим. Не фиксируются некоторые вещи. Совершенно спокойно. Поэтому вот вариантов сценариев, которые применяют обзвонщики, их сейчас порядка 15 разных вариантов. Куда, что. Мало того, есть очень интересные варианты. Например, когда там коллеги с правоохранительных органов рассказывают или с банками общаемся. Например, звонили одной барышне, она была умная, все нормально. И говорит, вы сейчас, пожалуйста, продиктуйте, вам придет текст, там номер, продиктуйте нам, пожалуйста. А она говорит, нет, я знаю, что вот такие номера диктовать нельзя, я вам диктовать не буду. На том конце ей говорят, мы очень рады, что вы наш клиент, вы очень правильный клиент, вы правильно поступаете, действительно, нам его говорить нельзя. И мы сейчас с вами завершим разговор и переключим вас на автоматизированную систему. И переключают ее на автоответчик. И она автоответчику этот номер диктует. И все нормально. Понимаете? То есть понятно, что на той стороне работают люди вполне себе подготовленные. Причем они хорошо понимают, с кем они не с конкретным человеком, а с психотипом имеют дело. И если вот все ролики, которые сейчас, а их довольно много в интернете, это как раз яркое свидетельство тому, да, если мужик попадает на мужика, и начинается такой нормальный мужицкий разговор, типа, ну что ты время отнимаешь, я знаю, что ты мне сейчас деньги не заплатишь, но я заодно с тобой поговорю. Это как раз очень характерный пример. И еще одна очень интересная особенность, которая подтверждается реальными задержаниями, реальными, так скажем, возбужденными уголовными делами. Если где-то года три назад вот вся эта история была характерна для подпольных центров, которые находились в местах не столь отдаленных, то сейчас это совершенно спокойно располагается в обычных квартирах. Два-три человека, а иногда и один человек просто шумом там сзади идет фон какой-то, да. Все, то есть это, и мало того, это перестало быть исключительно зоной уголовников, которые просто не хотят идти на тяжкие статьи. Это уже обычные люди, молодые люди, да, там или немножко там постарше, просто которые хотят быстренько заработать денег. Они знают, что это криминал, но для них это азарт, азарт и быстрые деньги. Вот если как бы это понимать, то становится понятным, что работать исключительно техническими средствами по социальной инженерии невозможно. Да, то, что мы сейчас выставили для кредитных организаций требования по обязательному наличию антифрода, и стараемся наполнить эти антифрод базы там дополнительной информацией, то, что мы работаем с телекомными операторами, это, конечно, хорошо, но это недостаточно. Это точно недостаточно. Задача наша сейчас, как регулятор, сподвигнуть финансовые организации к тому, чтобы они пошли массовым порядком в каналы продвижения информации, а это YouTube-каналы, это социальная реклама, это телевизор, это наружная реклама, это чаты и телевидение другого типа, коммерческое. Вот тогда будет понятно, что население более-менее понимает, какая опасность у них есть и как ему противостоять. Большинство крупных розничных банков сейчас это взяли на вооружение. Например, там ряд банков запустили у себя на экранах банкоматов простенькие слайдики, как определить такого мошенничества, как такой мошенника. Это уже хорошо. Это уже хорошо, это уже плюс. Но еще раз повторяю, психологию человека не переделать, и на той стороне работают не технические ребята, а ребята, для которых азарт поиграться с человеком. Спасибо, спасибо. Олег, конкретные группы работают по клиентам конкретных банков. Откуда у них такая информация? Нет, очень, а тоже очень просто. Нет, 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 смотрите, здесь вопрос не в том, что они заранее знают, что это клиенты именно такого банка. Здесь, как правило, когда идет такой холодный обзвон, человека спрашивают, вот у вас какая карта? Нет, ну тогда вы говорите про переключение. Сейчас, 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 дальше получить по первым четырем цифрам, это БИН-номер платежной карты, принадлежность к банку, ну это вообще не проблема. Нет, тут я с вами согласен, потому что да, есть, я видел, вернее слышал и видел в запросах от Финсерта, когда человеку звонят, представляются Сбербанком, он говорит, я клиент ВТБ, сейчас мы вас переключим, и вот так переключают до тех пор, пока не опустошат все карты. Если вы об этом, то все. Знаете, парни, иногда мне с вами на одной сцене бывает страшно. Мне ваши ответы на вопросы кажутся мастером-классом для жуликов. Столько нового от вас узнаешь. Малый, Олег, можно я прокомментирую? Пожалуйста. Значит, первое, почему же происходит? А какая последняя у нас, ну как обманывают? Вот буквально несколько дней назад. Это вам положена компенсация за что-то. Вот штук 8-10. Куда я должен обратиться? Очень похоже, когда у Сбербанк пришло мне сообщение. А куда вы обращались? Куда я обращался? Мне предлагают обратиться в полицию. Эта полиция по закону будет разбираться месяц. Вот оперативно, через месяц что? И куда вы обратились в итоге? Куда я обратился? Сейчас я немножко, вы меня перебили. Так вот. Пришло со Сбербанка. Очень похоже. Так вот. Ну я как порядочно в Москву ехал. Захожу в Сбербанк. Говорю, примите от меня. То, что кто-то кого-то поймают. То, что очень красиво, четко, жизненно. Иди в полицию. Нет, говорю, давайте вам. Дал им заявление. Приняли. Перезвонили. Все, хорошо, спасибо. Ну, как мне шли эти, так и продолжали идти. Куда я должен? Понимаете, управление К? Вопрос в том, куда обратиться, в какое единое окно, условно, клиенту и сообщить об инциденте, да? А это вопрос осведомленности, опять же. А к слову осведомленности, расскажу историю интересную. Получал карточку в одном известном банке, крупном. И для ее активации мне менеджер говорит, вам сейчас придет смс-очка, мне нужно будет ввести ее в терминальчике, чтобы активировать карту. На мой вопрос и резонное замечание. Простите, вот в вашей же смс-ке от вашего банка указано, что нельзя сообщать. На что мне дама сказала, мне можно. Я попробовал, прошел по этому пути, она авторизовалась в личном кабинете, в моем ДМО, там все остатки и так далее. Активировала карточку, говорю, ладно, спасибо, связываюсь с коллегами-безопасниками, рассказываю ситуацию. Но самое страшное для меня в этой истории, что безопасники махнули рукой и ничего не сделали, абсолютно. Он-то знает, да. Вот в этом случае ты даже знаешь, куда жаловаться. Слушайте, коллеги, я вижу ваши руки, но все-таки у нас есть еще Ольга на сцене сидит. Вы уже много раз поднимали руки, я понимаю. Оля, точка зрения о том, что люди не меняются, она справедлива. Насколько уместен был вопрос задать тебе, как психологу, почему люди-то не меняются? Ну, начнем с того, что первое, люди меняются. Это хорошая новость или плохая? Это хорошая новость. Другое дело, что они меняются не в ту сторону, куда вы, может быть, хотите. А это плохая? Да, это плохая. Это как раз-таки к тому, что мы вообще глобально предпринимаем такого, что люди должны куда-то меняться. Вот, это первое. А второе, в общем-то, есть достаточно очень много предпосылок, которые не позволяют им подстроиться под те ваши ожидания, которые вы, собственно, и хотите. Это начиная от биологических, которые мы не контролируем, не можем повлиять. Есть социальные, которые решаются, скажем так, на уровне государства уже более глобально, на которые нужно оказывать влияние, в котором мы, скажем так, по крайней мере, Россия, сильно опаздываем по обучению, в общем-то, масштабному нашему населению. Да нет, есть хуже страны. Вот. И третий фактор — это технические, которые, наоборот, в отличие от социального, очень буйно и быстро продвигаются в своем развитии, и у мошенников все больше и больше средств реализации своей, скажем так, социальной инженерии. И именно поэтому, в общем-то, есть такой большой дисбаланс. Ты можешь привести пример этих технических средств новых или попросим коллег про них рассказать? Я могу сжато описать. Во-первых, это доступ к все большему количеству людей. То, что все больше людей, хотят они или не хотят, они вынуждены уже пользоваться интернетом. То есть у мошенников расширяется поле жертв. А второе — расширяются, в общем-то, инструменты. То есть, к примеру, молодежь все больше использует очень большое количество разных гаджетов. Если вы, к примеру, более старшее поколение, там достаточно одного компьютера плюс ноутбук, который мы возим с собой, младшее поколение — это у нас еще планшет, у нас там в телефоне все есть. Мы все операции выполняем сразу с кучей разных гаджетов. И все это, как правило, вместе сконнектено. Далее это то, что, в общем-то, как уже упоминалось, что физические преступления становятся просто невыгодно. Зачем входить в прямой контакт с жертвой, когда это можно делать дистанционно? Это более безопасно, плюс это требует еще больше, скажем так, интеллектуальных усилий. То есть, те же самые социальные инженеры, они могут, условно говоря, тешить свое эго, что они такие умные, они могут… Если я правильно тебя понял, это тоже хорошая новость. По темным переулкам с дорогим мобильником можно ходить безопасно. Ну, смотря по каким районам. Мы же не везде интеллигенты. Не везде стивилизация еще дотянулась. Хорошо. Лев, прокомментируешь с точки зрения практиков, как это выглядит? Влияние технологии на социальных инженеров? Оля, ты правильно сказала. Действительно, у молодежи, да и у среднего возраста сейчас энное количество гаджетов, энное количество каналов коммуникации с потенциальной жертвой. И все это только идет на руку мошенникам. Тут другой вопрос. Мы говорим об образовании, но мы забываем о том, что нужно вырабатывать еще правильное поведение в случае какого-то такого кейса Фродова. Но тем же банкам это тяжело заниматься этими вопросами. Это можно заниматься внутри компании, проводить обучение, как Леша говорит, там и безопасники попадаются, и мы у себя такое обучение проводим. Но проводить практические такие тесты на большой массе клиентов пока, наверное, такое невозможно. И, может быть, подумать в этой области, в части образования, в тех же школах, институтах, ввести практические тесты. Не просто там рассказать, какие риски существуют, но и провести практическое применение и показать, а к чему это может привести. И как это работает в жизни. Знаешь, я, видимо, тут единственный, кто выходил перед пятым классом, это 10-11 лет, проводить киберурок. Уверяю тебя, выйти на сцену с регуляторами не так страшно. Знаете, что-то мне как-то вспомнился один вариант такой классической разводки. Это вот к вопросу о тестах. Красивый сайт, реклама на Яндексе. Заголовок сайта. Проверьте, есть ли ваша карта в базе мошенников. Еще есть такой же сайт. Проверьте свою парольную надежность. Вот это да. Вот это приблизительно из этой серии. Смотрите, с точки зрения молодого поколения, там вообще вся социальная инженерия, она базируется на трех человеческих чувствах. Страх, жадность и сочувствие. Под эти три чувства дальше отрабатываются необходимые сценарии. Если говорить про молодое поколение, которое действительно, вот в чем их большая проблема, они зависли, завязли в социальных сетях и очень часто абсолютно доверяют тому окружению, которое считают своими друзьями. У них идет смещение понятий между виртуальной средой и средой реальной. Ну, мы же как бы друзья, и Фейсбук нас к этому приучает, и там одноклассники. Ну, друзья же друзья. Когда идет посыл от друга, слушай, мне нужно немножко денег, вот номер карты, перекинь мне туда. Или, уважаемые коллеги, вот надо срочно помочь там вот такому-то человеку, он очень хороший человек, просто замечательный человек. Вот номер карты. На что давят? Давят на то, что есть чувство сострадания, есть чувство жалости. Его перепроверить в этот момент невозможно, потому что человек не знает, кто это на самом деле. Но он знает, что это же пришло от его друга, я могу этому доверять. Вот это страшная техника. Это страшная техника, потому что она носит массовый характер. Точно так же, как вторая страшная техника, которая нацелена на жадность. Вот когда приходит, там, вам пришла компенсация, вам пришла, там, вот вы сейчас выиграете в лотерею, еще чего-то. Эта техника рассчитана на жадность. Блокировать это чувство у большинства населения крайне сложно. Ну, вы сами на себе попробуйте, да? Когда вам приходит сообщение, что, там, вдруг вы, там, выиграли что-то, у вас первое чувство, ой, классно, халява свалилась. И только потом мы начинаем, если у нас есть опыт, если мы знаем, что это такое, уже включается последующая реакция организма, что, как бы, это надо перепроверить. И это тоже страшно. И гораздо страшнее, когда давят на чувство страха. Вот все старые смс-ки, там, мама, я попал в беду, или ваш сын нас, понимаешь, что-то разбил нашу машину, мы сейчас его, тут, понимаешь, четвертуем, давайте нам деньги, или то, что сейчас идет, вот, вот, прошла операция, мы сейчас ее заблокируем, ну, давайте вот прямо сейчас ее заблокируем, а для этого нам надо, раз, два, три, четыре, пять. Человек боится, боится, прежде всего, за своих родственников, боится за своих родителей, боится за потерю своих собственных денег. И блокировать это чувство тоже крайне сложно. Крайне сложно. Если вы вспомните, там, гадалку на вокзале, или... Ты уверен, что не помнят? Кручу-верчу, понимаешь, всех на рынке запутать хочу. Это та же самая история, да? На чем они работают? Гадалка работает на страх перед тем, что в будущем. Человек не знает, что он, что его ожидает, он боится. И кручу-верчу, а что, сейчас у меня удача улыбнется, ну, как бы, деньги халявные, я сейчас выиграю. Все. Вот две составляющие. И третья про социальные сети и про молодежь. Это действительно страшно. Поэтому еще раз говорю, что обучать надо не тому, что как делать надо, а обучать надо тем особенностям, которые привносят с собой новые технологии. Это действительно сложно. Это очень непросто. Это не делается там какими-то точечными вещами. И делается по разным каналам, в зависимости от целевой аудитории. Артем, тут мне эта вещь прилетела. Помнишь меня? Фотки тут. На что давили, не подскажешь? А обо что развалилось? Между прочим, на любопытство, которое тоже связано со страхом. А что он должен помнить? Понимаете? Знаешь, какая штука? Беда в том, что все развалилось, об элементарную лень, не было лень кликнуть, и занятость. Да. Вы же говорили, что сумма, которую обычно украдут, не очень большая. Через вот это мошенничество. Да? Подожди, большая, маленькая. Это очень условная вещь. Может быть, это считать платой за обучение? Хорош. И была ли статистика, попадался ли кто-то дважды или трижды на эту удочку? Есть люди, которые, вы не поверите, это проходило... Ну, мы же работаем с обращениями граждан. Я думаю, что это Оля ответит, как психолог, про этих людей. Она ответит, но я как чухщик, что вижу, то вижу обращение граждан. У нас есть случаи, когда одни и те же попадаются несколько раз на одни и те же грабли. Причем заранее, когда они знают заранее, что это действительно так. У нас был как раз случай с компенсацией. Пообещали даме, причем она не пожилая, но вполне себе обеспеченная дама была. Ей пообещали компенсацию за какие-то там просроченные БАДы. Она перевела некоторую сумму денег в качестве, понимаешь, комиссии. Естественно, деньги пропали, никто не вернул. Она пожаловалась, ей объяснили, рассказали, что так вот, как бы все нормально. Через некоторое время от нее приходит еще одна жалоба. Она говорит, ну, с ней начинает разговаривать, говорит, нет, ну это ж точно, ну вот, это ж в этот раз же точно должны были быть, там же все представились, вот все документы показали. Говорим, слушайте, ну нет, ну не так. Вы будете смеяться, но от нее пришла третья жалоба и про то же самое. Понимаете, вот, ну это есть. Она должна была обратиться четвертый раз, когда ей позвонили и сказали, что это из прокуратуры, они поймали тех, кто ее обманул, и для того, чтобы вернуть ей деньги, она должна еще перевести. Вот это классика жанра. Спасибо. Будьте добры, ваш вопрос. Добрый день, коллеги. Проминвестбанк, Фунтик Фиктор, начальник службы информационной безопасности. Ну это понятно. Я хотел продолжить, как бы, тему, вот, ситуация какая, что мы, по сути, ничем не можем людям помочь, поскольку, поскольку, то есть, обманутым жертвам, мошенников. Вот смотрите, конкретная ситуация, чтобы не быть голословным, вот, как бы я готовился к выступлению, вот, кого будем обманывать? Сразу говорю, четверг. Время 9.40. Получил сообщение, что пострадавший позвонил мне в банк, вот, сказал так и так, перевел деньги в течение буквально 20 минут назад. Замечательно. Я говорю, пришлите мне всю информацию, через 5 минут он мне на почту все прислал. Как бы, куда он перевел номер карты мошенников, по Бину я пробил. Да, один из наших крупных уважаемых банков. Замечательно. Звоню туда, прошу соединить со службой информационной безопасности. Ситуация замечательная. Меня 20 минут, колл-центр, девочки пинали с места на место. В итоге я плюнул. Написал сообщение через сайт, что прошу срочно связаться со мной, сотрудник службы информационной безопасности. Ситуация дальше. В 15 с лишним, там, с минутами я получаю сообщение, что ваше сообщение передано в профильное подразделение. До сих пор сотрудники службы безопасности со мной не связались. Дальше. В 10 там с минутами я пересылаю сообщение в финцерт, что, да, это не клиент моего банка, но мошенничество факт. Как бы номера телефонов, прикладываю аудиофайл, все прикладываю. Замечательно. Ответ финцерта. Ожидаемое время ответа 2 августа 12.34. Замечательно. Когда можно было перевод остановить в моменте. Дальше. В итоге, в понедельник, 5 августа, в 15.40 и в 15.41 я получил сразу два ответа финцерта с сообщением о невозможности приостановить операцию. Замечательно работаем. По поводу управления К. Одну минутку еще сейчас продолжу. Как бы был, имел опыт тоже сообщения относительно мошенников на официальном бланке через сайт. Было дело 10 июня этого года. 17 июня этого же года я получаю сообщение, что ваше сообщение было зарегистрировано, не поверите, когда? 16 июня. То есть 6 дней регистрировалось электронное сообщение. Это через этот самый? Через кабинет. Через кабинет. Через кабинет, ЦБшный, правильно? Нет, это управление К. МВД. А, управление К. Управление К. То есть почти неделю. После этого я до 18 числа получаю замечательный ответ, что ваше обращение как бы обработано. После этого обращение сайт мошеннический работал еще месяц. Это как? Мы боремся с мошенничеством или мы имитацию делаем? Смотрите, по поводу финсерта давайте разберусь. Там разные бывают варианты. Надо посмотреть, чего конкретно происходило. По блокировке сайтов по мете это тоже не такая собственно процедура. Особенно если речь идет о сайте, который находится в доменных зонах за пределами российской юрисдикции. Это отдельная тяжелая работа. например, если это хостинг американский или если доменный регистратор американский, то 90% нас с этим обращением пошлют и сайт будет работать и дальше прекрасно. Поэтому мы в этом случае пока еще соответственно закон о блокировках не принят, мы действуем через прокуратуру. Прокуратура она как правило наше обращение обрабатывает достаточно быстро, но все равно это недели две-три точно проходит. Если это юрисдикция Российской Федерации, то есть домены RU, SU, RF и географические домены и поддомены в этих доменах, то здесь тоже есть определенная процедура, пройти которую мы и регистратор обязаны. Мы обязаны как например доказать, что действительно этот сайт распространяет незаконную информацию, либо он имеет все признаки фишинга. Если речь идет о подделке под сайт банка, это делается очень просто, потому что есть обязательный реквизит, установлен нормативным документом Банка России, вы сами прекрасно это знаете, там 70-ю форму заполняете, все это есть. И дальше тогда блокировка осуществляется в течение полутора часов, потому что нужно, чтобы ответил хостинг и предложил владельцу этого домена изменить ситуацию. Если он не получает ответа, то дальше идет блокировка. Это нормально. Если речь идет о другом виде фишинга, там процедура приблизительно такая же, но время побольше, поскольку требуются дополнительные доказательства и только после этого идет блокировка. Почему не быстрее? Потому что вы сами понимаете, что просто так сайт фиговый и надо заблокировать, не прокатит, потому что он может быть и реальный, а нам поступила информация неправильная, мы должны это перепроверить. Поэтому с блокировками сайтов все не так просто, как вы себе представляете. По блокировке денег сейчас стало очень интересно, что там происходит. По блокировке денег на счетах, заблокировать, смотрите, в моменте деньги, которые пришли на счет и отдебетованы на счет получателя, практически сейчас невозможно. Вы все прекрасно это знаете, это противоречит гражданскому кодексу. что может сделать банк, и это предусмотрено федеральным законом. Банк может остановить эти деньги в моменте, когда они еще находятся на корс счету банка, но не отдебетованы на конечный счет получателя. Это определено в законе, этой процедурой можно пользоваться. Для того, чтобы провести эту процедуру, да, это действительно должно пройти сообщение финсерт, мы его должны дальше отфорвардить в непосредственно банк получателя, но хочу заметить, вы все, вы как банк подключены к осою, если у вас в обращении заполнены все поля по какие необходимы, то маршрутизация осуществляется автоматом. Если возникает проблема с заполнением этих полей, то этот запрос явно падает наручную обработку. Да, у нас есть дежурная служба 24 на 7, 365, там работают два специалиста каждый день постоянно на связи, но поверьте, поток событий у них большой, и то, что падает им наручную обработку, это тоже достаточно большой поток событий. Вот с вашим случаем разберусь, что там было причиной, но для общего круга прошу просто это учесть. Да, есть определенные вещи, которые должны быть заполнены, дальше идет автоматическая обработка. Спасибо. Олег, можно я прокомментирую? Просто небольшой совет. Артем Михайлович дал официальную дорожку, но есть же и неофициальная. Мы живем в России, и все у нас решается в основном как? По звонку. Поэтому нужно знать своих коллег в других банках и просто общаться напрямую, тогда ваши проблемы будут решаться гораздо быстрее. Но это такой неофициальный воркараунд. Абсолютно верно, потому что ответ простился на языке, потому что если бы аналогичная ситуация была бы с вашим банком, и вас бы также искали, ваши девочки на колл-центре сделали бы точно то же самое. Спасибо. Кстати, у дежурной службы Финцерта телефоны есть, и они на них отвечают. Пожалуйста. Я прошу прощения, у меня вопрос предложения, просьба к представителю Банка России немножко иллюстрации. Вот первый раз мою маму обманули в 1994 году, ей было 73 года. Прошло 25 лет. Посмотрите, у нас телевидение, радио существует. За 25 лет кто-нибудь из вас увидел хотя бы одну социальную рекламу, где бы нам сказали, ребята, вот эти вот все, все, что мы сейчас услышали, это все мошенники. То, что мы услышали, ребята, да почему Центробанк и, скажем так, наше уважаемое правительство не занимается обучением населения против мошенничества. Какие нормативные акты население знает, куда обращаться, как обращаться. Прошло вот на моей памяти прошло уже 25 лет. Я не вижу совершенно работы, извините, Центробанк. Буду очень циничен, но скажу, что время на телевидении стоит денег. Если мы говорим про социальную рекламу, то мы ее разместить можем. И я вам скажу, что по регионам социальная реклама в виде анимационных роликов размещается достаточно часто, включая, например, таблон в крупных аэропортах и на вокзалах, включая социальные объекты и много чего остального. Если говорить про тот ролик, про который вы говорите, то время, как Центральный Банк на социальную рекламу, мы получим. Но это будет между двумя часами ночи и пятью утра. Много народу этот ролик видит. Очевидно, нет. Поэтому я и обращаю, это как бы первое. Второе. У банков, у всех есть обязанность информировать своих клиентов о тех проблемах, которые есть с теми сервисами, которые они предоставляют. Это обязанность. И поверьте, у банков гораздо больше возможностей для того, чтобы размещать такую социальную рекламу. Все банально упирается в деньги. Если сейчас мы сможем договориться с кредитными организациями о совместном продвижении этой темы как блока социальной рекламы, очевидно, вы такие ролики увидите. Но еще раз вы тоже поймите, что телевидение это не командная история. Это история коммерческая. И у Центрального банка он, конечно, деньги печатает, но он печатает их не для того, чтобы раскидывать их направо и налево. Вся эмиссия вполне обоснована экономическим состоянием страны. То, про что мы с вами говорим, это деньги, которые откуда-то надо взять. поймите, вот есть уголовные дела, которые заводит МВД, есть, скажем так, вот все то сопровождение мошеннических операций, которые мы получаем. Люди откликаются, тратят свое рабочее время и так далее. Дальше Центральный банк, в принципе, ну, скажем так, правительство или государство является основным акционером нашего государственного телевидения. И я так думаю, что государственная программа по борьбе с мошенничеством она была бы очень полезна на государственном уровне. В этом случае... Можно вопрос к вам? Артем, Леш, можно сейчас вопрос к вам? Нет, давайте микрофон, пожалуйста. Как вы считаете, много ли банков коммерческих, которые готовы за свои деньги на телевидении рекламировать свою кибербезопасность? Свою надежную, свою как-то такой френдли для с точки зрения кибербезопасности для клиентов-вкладчиков? Много ли банков вы знаете, где кибербезопасность с илами банка продается как конкурентное преимущество? Потери граждан несоизмеримы с прибылями банков. Вот когда они будут зависеть, банки, тогда это будет уже их проблема. И социальная реклама, она заиграет. Как независимый эксперт, скажу за государство, я участвовал в рабочей группе Совета Безопасности по разработке того документа, о котором вы говорите. Это основы госполитики, который не появился. Почему он не появился? Потому что он разрабатывался в 2013 году, и на тот момент, когда его разработали, это был отличный документ, его вынесли на уровень президента, у нас случился Крым. И у государства приоритеты поменялись. поменялись. Кстати, ровно по этой же причине, как бы Артем, наверное, не даст соврать, запуск Финцерта тоже сдвинулся, потому что впервые о нем заговорили там на магнитке, чуть ли не в 2012 году, должны были запускать в 2014, чуть сдвинулось. Потому что у государства сместились приоритеты. И они до сих пор на самом деле, давайте говорить честно, не вернулись на то, что было до 2014 года. Поэтому у государства сейчас немного другая задача, если говорить в целом, с точки зрения киберпреступности. И поэтому, да, но не занимается повышением осведомленности населения как государство, хотя это роль государства. И второй момент важный, когда мы обсуждали это в Совбезе, не было ни одного госоргана, именно госоргана, не центрального банка, а госоргана, как органа законодательного либо исполнительной власти, который бы сказал, да, я готов взять на себя. Потому что за культуру вроде как должно отвечать Минкульт, но, извините, Минкульт и информационная безопасность это немного разные, как бы, стороны. А жалко, да? Про Минобразование, оно говорит, ну, это информационная безопасность тоже не про нас. Мы можем в госоразработать, но не заниматься культурой. Ну, то есть населению, они сказали, это тоже не наша тема. Населению помочь некому, да? Населению помочь некому. К сожалению, на сегодняшний момент времени спасение утопающих, да? Дело рук самих утопающих. Если коротко. А так, в защиту. На самом деле, вот, извините, я, вот я, честно, из телевизора не вылажу. Наверное, если вы говорите там про ВГТРК, то из группы телевизионных каналов, которые в эту компанию входят, я, наверное, не был только на домашнем. Те возможности, которые есть у Центрального банка, Центральный банк сейчас неимоверными усилиями Департамента общественных связей мы достигаем. Это действительно очень сложная, очень проблемная, очень непростая работа, чтобы тема наша, она, извините, звучала из любого утюга. Атемий Михайлович, это, может, не очень хорошо, но все-таки удается. Наверное, Банк Лынов, наверное, не совсем правильный банк или банк с неправильной ИБ. Когда зимой был шквал, звонков, обращения, работали мошенники, были потери, бизнес наступил себе на горло. На первой странице входа в интернет-банк физлиц висел баннер с самыми основными моментами по борьбе с мошенниками. Наверное, мы не очень неправильный банк, но каждый клиент, который перевыпускает, получает, оформляет у нас карту, получает буклет, где красиво, наглядно, по пунктам, вот пять самых основных моментов, чтобы уберечься. И это дало эффект. Это такое снижение, скажем так, конверсии для мошенников, работающих по нашим клиентам. Бизнес много заработал на этом? Бизнес на этом не заработал. Мы предотвратили потери клиентов. А вот чей правда? Бизнес на этом заработал. Прежде всего, он заработал на лояльности клиентов. Лояльность клиентов, да, но она пока не совсем материальна. Артем Михайлович, премии мне за это не было. Не, не, вот, подожди, подожди, мы же про что, бизнес заработал, а не ты же лично, правильно? А кто им на горло наступал? Ну, вот за это и не заработал, а бизнес на самом деле заработал, потому что основная прибыль, которая возникает, когда у банка достаточно серьезная безопасность, это лояльность клиента. Это лояльность клиентов, это сохранение остатков по счетам и даже увеличение остатков по счетам. Увеличение остатков по счетам, особенно у граждан по их депозитам и по текущим счетам, это дешевая ликвидность, которую вы дальше, как банки, можете направлять туда, куда надо. Но это основа экономики, это, в общем-то, банковского дела. Вот, поэтому, если смотреть на информационную безопасность с этой стороны, то информационная безопасность в этой истории становится зарабатывающим подразделением, потому что оно добавляет стоимость в бизнесу вашего банка. Вот это, что они не смогли себе так продать бизнесу своим мужем. Федор Дзержинский, организация называется «Техносов». Вот я хочу обратить внимание на то, что то, что сейчас говорится, не совсем корректно. Вам не говорится, совсем корректно. А вот то, что говорится... Вот это правильное замечание, да. Почему вы не даете соцрекламу, неизвестно, за какие деньги. Вот это некорректно. Потому что, если представить себе, что есть фирма, и ей предлагают, допустим, прорекламироваться на выставке, то она тысячу раз посчитает, сколько это ей принесет и сколько это ей будет стоить. А потом уже будет решать. А вот кроме психологии и необходимости обучать клиентов несчастных, здесь есть другие факторы. Я хочу назвать один из них. Он состоит в том, что у кредитных организаций есть совершенно очевидный, ярко выраженный конфликт интересов при решении данных вопросов. Потому что вся происходящая сейчас лавина новаций под словом цифра, она просто объективно увеличивает все эти риски вместе взятые. Все это хочу завершить очень добрым пожеланием, чтобы вот это начинание развелось до такой степени, чтобы принесло желаемый эффект. У меня такое чувство, что когда хочется, что Центробанк, это очень сильно повышает шансы на успех всего дела. Отличный тост за желание Центробанка. Спасибо. Коллеги, Денис Заргаров, НРД. Я хочу вспомнить молодость свою. Я 10 лет работал в энергетике, в распределительной. И когда я пришел в 2003 году туда работать, у нас воровали провода. Ситуация на самом деле примерно такая же, то есть проводов много, везде они доступны, как люди. И украсть, ну не здесь, так вот на соседнем столбе можно. Крали, у нас было где-то примерно 4-5 хищений в неделю в среднем в районе, ну в масштабе области. Когда я из энергетики уходил, я уходил из московской управляющей компании, у нас было 11 областей. И хищений было где-то 1-2 в квартал на 11 областей. Вот, собственно говоря, основным моментом, который повлиял на снижение хищений, это было то, что мы смогли построить работу с милицией так, чтобы начали сажать тех, кто провода тырит. Вот мне кажется, что здесь то же самое. Понимаете, в чем дело? Это было в России. Полиция, она к чести ее сажает тех, кто тырит провода, но в нашем случае, соответственно, деньги уводят. То есть, а в звонщики, дроперы, они попадаются, и попадаются как бы и хорошо, и уходят они в принципе на достаточно большие сроки. Например, последняя крупное дело, там речь, конечно, не про социальную инженерию шла, но про хищение у банков и у крупных юридических лиц. Там общий срок посадки группы граждан составил 150 лет. Сколько человек было? Там группа не очень большая, по большому счету. да, 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 если говорить про социальную инженерию, там есть посадки, есть, есть, там, очевидно, еще будут, но это как раз те, кто провода тырит, но проблема не в них, проблема в тех, кто бизнес организует. Ведь, понимаете, когда-то на заре, понимаешь, компьютерной эры, фильм «Хакеры» все, наверное, смотрели, в свое время. Вот это что? Ну, группа ребят, которые там соревновались, кто, значит, круче, кто там важнее, но те времена, они очень давно прошли, и сейчас весь такой бизнес, он под контролем вполне себе конкретных преступных группировок. Проблема не взять того, кто с карты подошел к банкомату и забрал чужие деньги, а проблема взять цепочку целиком, и это первое. И второе, это создать условия, чтобы деятельность групп на территории Российской Федерации была невыгодна. Если вы считаете, что это проблема только Российской Федерации, таки нет. Мы не так давно общались с коллегами из Китая, когда мы заговорили по проблеме, собственно, на проблеме мошенничества, проблеме хищений, они тут же, у них же другая тема, у них тема Alipay и WeChat, там, QR-кодов, быстрая оплата, они тут же вспомнили про проблему, которая у нас имеет место, но не такая широкая, это подмена сим-карты. Вот она там носит просто безумный характер, когда меняются сим-карты и дальше все замечательные Alipay и платежи и WeChat идут совершенно в другую сторону, в другой телефон. То есть везде приблизительно одно и то же. По социалке мы беседовали с коллегами из Испании, там точно такая же история, там точно так же звонят, предлагают компенсацию и просят, чтобы дали номер карты, куда ее значит перевести. Но разница может быть только в масштабах, но в любом случае и в Китае, и в Испании, и у нас это не одиночный бизнес, это бизнес вполне себе организованный и проблема правоохраны в том, что добраться до тех, кто реально распределяет потоки и реально выдает задания на работу, бывает крайне сложно. Это верно. Ну тут я опять-таки не возражу, у нас на уровне энергетики тоже мы не тех, которые режут провода в том числе, но и тех, кто их скупает и дальше пускает. Мне кажется, мы этому очень мало внимания уделили, когда сегодня больше пытались научить людей, которых полностью мы все равно не научим. Только бывшие? Да. Коллеги, последний вопрос. Мне кажется, Артем Михайлович сказал очень важную вещь, вот в своем последнем выступлении. Все остальные ерунду. Нет. Разумеется, нет. Спасибо, да, от всех нас. Просто я хочу ее продолжить немножко развить. Артем Михайлович сказал, что нужно создавать такие условия, при которых конечным организаторам это просто не будет выгодно. Артем Михайлович также сегодня начинал с статистики. Я человек, который имел отношение к статистике одной из платежных систем по Фроду некоторое время назад. Могу ее подтвердить, и 90% тех случаев которые сейчас связаны именно с социальной инженерией и интернетом. И, собственно говоря, этому тоже есть вполне себе логичное объяснение. Мы привыкли ругать наши банки, что у них там технически отстало и прочее, но это на самом деле не так. Ведь именно переход наших банков на чиповые технологии и прочее в том числе привел к вот этому смещению в сторону интернета и социальной инженерии, потому что большинникам просто стало экономически невыгодно заниматься подделками карт. То есть организация такой операции стала гораздо дороже, чем просто позвонить бабушке и попросить ее перевезти деньги. Это противоречит еще другому принципу бизнеса, который сейчас говорит click and pay. то есть встречаются две противоположности. Единственный способ, который я вижу в текущей ситуации, это так или иначе усложнить конечному получателю платежа вывод тех денежных средств, которые он получает. Но, к сожалению, опять же, это достаточно проблематично. Или, как минимум, максимально сделать процесс индификации получения этого платежей и индификации человека, который получает это средство платежа. Вот, наверное, вопрос Картю Михайловичу каким-то образом вот эта проблема будет решаться? То есть ты за жену деньги в банкомате получать не хочешь? Ну, условно. Не скажу, что у нас есть рецепт, как это решить в ближайшее время. Опять же, из беседы с китайскими товарищами, они для себя рассматривают возможные варианты использования в полный рост биометрической идентификации, причем там приблизительно такая же история. То есть телефон, все смартфоны с камерами, кто платит и кто там в конечном итоге получает платеж, более-менее понятно. Но насколько это применимо в Российской Федерации, боюсь, что не всегда возможно. В системе быстрых платежей, которые мы там активно продвигаем, там есть довольно серьезные разработки в части антифрод-системы и требования, мы же не зря вставляли в требования в закон про обязательно антифрод. Это один из элементов подхода к идентификации конечного получателя. Одним из элементов системы антифрода в СБП это сейчас то, что мы туда добавляем, помимо того, что есть, это репортинг в сторону получателя платежа о том, кто, собственно, что происходит и репортинг от получателя платежа в сторону непосредственно отправителя, кто стоит за получателем этого платежа. То есть наша задача на текущем этапе создать равные условия как для получателя, так и для отправителя для идентификации того, кто стоит за проведением этой платежной операции на всех концах. Понятно, что к этой инициативе разные банки относятся по-разному. Кому совершенно неохота себя напрягать для того, чтобы туда дополнительные какие-то поля вставлять, кому-то там из базы неохота что-то доставать. Но в конечном итоге нам все равно придется это сделать. Это один из таких шагов, который в целом может решить эту задачу. А там дальше посмотрим. В любом случае мы не стоим на месте и пытаемся что-то сделать. Результативность будет оцениваться по ходу пьесы, потому что конечно не все можно прочитать. В качестве дополнительной меры по идентификации мы все-таки настаиваем на обязательности сервиса по получению банками информации от операторов мобильной связи информации о абоненте. Смена номера, изменение аппарата, еще некоторые другие понятия. это на уровне законодательства. Безумное сопротивление со стороны телеком операторов, которые не хотят отдавать эти данные, причем конструкция законопроектов построена так, что в любом случае они свою часть денег получат. Но это еще один фактор, который позволит определить на обеих концах платежной операции, кто же все-таки стоит за этой операцией. Да, у этого закона с точки зрения реализации возможны определенные проблемы. Например, у нас у многих несколько сим-карт, и мы часть своих сим-карт отдаем своим родственникам, и идентификация этого человека как получателя платежа становится определенной сложной. Конструкция как этого избежать в законопроекте заложена, посмотрим, как будет работать. Завершая ответ на вопрос, у нас есть несколько направлений, по которым мы работаем сейчас, отработав их, посмотрим результативность, и очевидно, что-то еще дальше будем добавлять. Мы при этом тоже смотрим на международный опыт, но, например, опять же, как начинал с Китая, он не всегда нам подойдет. Спасибо. 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 Я думаю, что надо подвести итог. Алеш, Лев, вы начинали с того, что какие главные посылы должны были сегодня прозвучать со сцены. После нашей дискуссии, сомнительной, противоречивой, безграничной, что-то есть, что добавить? Потому что нужно не забыть сказать. Я бы добавил, что разговоры о том, что мы должны абсолютно победить социальный инжиниринг, мошеннические операции, это разговоры ни о чем. Сегодня во второй секции очень много говорили о рисках. Это, наверное, правильная точка зрения, что надо найти просто некий баланс. И у каждой организации он будет свой между теми рисками, которые организация готова принимать на себя, и теми выгодами от того, что упоминалось клик-н-пэя, от удобства, от ростом клиентской базы, которую получает финансовая организация. Это всегда будет баланс, и здесь каких-то единых правил найдено не будет никогда. Согласен. Каждая организация должна прийти к некому своему уровню приемлемости мошеннических операций, и, соответственно, тех выгод, которые она получает от удобства и простоты тех операций, которые она реализует. И здесь нельзя это навязать будет никоим образом, то есть каждая организация будет по-своему, там, для банка Евгения это свой уровень как бы операции, для какого-нибудь московского крупного банка это будет свой объем, свой уровень операции. Вот, собственно, и все. Спасибо. Лев. Посыл, который был дан в начале нашей секции, он подтвердился, что обучение все-таки необходимо проводить, но не просто обучение, но и с практическими занятиями, тестированием на проникновение в людей, назовем это так. И эта работа действительно не только банков, но и... Работа на конференции по талаганатам. И государство тоже. Спасибо. Оля, веришь ли ты в то, что эту проблему можно решить теми средствами, о которых мы сейчас говорили? То есть без диалога всех со всеми. Разных компетенций, разных служб, разных практик. Потому что какая-то вот посыл, что государство должно социальную рекламу, кто-то должен что-то внедрить, оно как такое таргетируемое, направленное. Вот здесь мы должны сделать и будет счастье. Как-то я в это уже давно не верю. На твой взгляд, правильное решение где лежит? Первое, государство точно должно это как-то регулировать. Это в любом случае должно быть, в принципе. Во-вторых, даже если, ну, допустим, банки не должны этим заниматься, но мне кажется, опять-таки, если вы хотите получить какое-то доверие от клиентов, нужно проявлять к ним заботу. Сейчас это достаточно большой тренд. Они их с днем рождения поздравляют. Это не та забота. Это вот как раз-таки, когда социальные службы устраивают показные праздники, что все хорошо. Вместо этого они могли бы эти же ресурсы направить на распечатку тех же самых информационных бунклетов, обойти всех стариков и им это все объяснить. То есть там очень много чего можно менять, очень много ресурсов, которые есть. Есть билборды, опять-таки. Те же самые гаишники почему-то публикуют там пристегните ребенка и так далее. А у других, что ли, сферы нет этих же ресурсов, чтобы это осуществить, как-то там не называйте пин-коды и так далее. Если же опять-таки те же самые банки будут в своих рекламах не просто предлагать какие-то проценты, а именно рекламировать какое-то безопасное поведение, то это может быть даже наоборот привлечет еще больше людей, нежели опять-таки вы впариваете этот кредит. Вы и так звоните все время своим клиентам, и это не особо популярно. Спасибо. Она так смотрит на меня, прям думаю, господи, что же центральный бак, кому же кредит-то впаритет. Знаете, какая штука, я как журналист очень люблю простые вопросы задавать, но простые вопросы труднее всего находить к правилу ответы. Скажем, к ЭБшнику у меня вопрос, что будет делать руководитель службы информационной безопасности, если станет генеральным директором своей компании? 95% и даже больше российских ЭБшников отвечает на вопрос, ничего делать не буду, увеличу бюджеты. И тут приехал к нам пару лет назад, не то же давно, время быстро летит, Кайл Хасник, он тогда был General Security из Лондона, и сказал, говорит, если я стану председателем правления нашего банка, я ничего не буду делать с ЭБ, но бюджет сокращу на 10-15%. И в тот зале такая же тишина была. Вы говорите, с чего бы это? А сэкономленные деньги я потрачу на кибергигиену, на обучение сотрудников. Вот мне кажется, это тот вопрос, который не решается отдельно взятой компанией, отдельно взятым регулятором. Это культура всей страны, живущей в 21 веке. Спасибо. Надеюсь, вам с нами было интересно. Спасибо.